Издательство Эксмо представляет. Дарья Донцова. Цыплёнок Лисы Патрикеевны. Читает Любовь Конева. Глава первая. Незваный гость хуже кота, который сбросил на пол все ваши чашки. Когда тебя угощают, следует есть то, что на столе. Если хозяйка щедрая и добрая, ей приятно видеть, как гость уплетает за обе щеки. Если хозяйка жадная, то так ей и надо, сообщил полный мужчина и потянулся к вазочке с вареньем. Кит не уверена, что следует класть джем в кашу после того, как посыпал её сахарным песком, улыбнулась Рина. «Знаешь, тётя, геркулес по вкусу как вата!» — скривился Никита. «Поэтому пришлось слегка подсластить, чтобы не давиться гадостью». Я быстро встала и пошла на кухню, громко сказав, что-то кофейку захотелось. Бодрящий напиток я никогда не пью. Но желание стукнуть Никиту Сергеевича Попова чем-нибудь потяжелее оказалось таким мощным, что я предпочла удрать из-за стола. «Не давиться гадостью!» — зашипела Надежда Михайловна Бровкина, стоявшая у мойки. «Нет, ты слышала? Отборный, самый лучший натуральный овёс, нерасплющенное нечто, которое в пачке насыпают. Езжу за ним на другой конец Москвы, варю на настоящем молоке, не на бурде, что в пакеты наливают. А этот хмырь недоволен. Когда он, наконец, уедет?» «Интересный вопрос», — пробормотала я. «Наверное, ответ на него даже Рине неизвестен». «Что ты о Никите знаешь?» — зашептала Бровкина. «Он родственник папы Ивана», — так же тихо ответила я. «Приехал из провинции, чтобы пройти обследование. В городе, где он живёт, нет хороших специалистов. Он уже посетил гастроэнтеролога, кардиолога, сдал анализы. Оба доктора ему дали один совет. Похудеть килограммов эдак на 25. Записаться на фитнес». «Сегодня он вроде собирался к дантисту. Хочет сделать нормальное протезирование». «Вроде все его кусалки на месте», — возразила Надежда. «Белые, как унитаз». «Они съёмные, на крючках, неудобные». «Импланты намного лучше», — объяснила я. «Спору нет. Если хорошо сделано, то с ними, как с родными зубками», — согласилась Бровкина. «Сама такие поставила и очень довольна. Единственное, что не радует, цена». И теперь новый вопрос. «За чей счёт дядька собрался свой род оснастить имплантами? Превратить его в Санкт-Петербург? Ты видела, в какой одежде он приехал?» «Ну», — протянула я, — «брюки, рубашка, ботинки». «И при чём тут Санкт-Петербург?» «Всё мятое, грязное», — не успокаивалась Надежда. «Ботинки». «Всегда смотрю, какая обувь у мужика». «Если не чищена, то данный представитель человеческого рода не имеет шансов, что я на него внимания обращу». «А Питер весь в мостах, прямо как пасть Никиты». «Спасибо, Танюша». «За что?» — удивилась я. «Теперь знаю, с какой целью этот непришей кобыле хвост к Рине прикатил», — нахмурилась Надя. «Понимаю, что он у нас надолго поселился». «Я ничего не говорила, просто объяснила его планы», — быстро уточнила я. «Да ясно всё», — засмеялась наша помощница по хозяйству. «Никита хочет одеться, обуться, получить новые зубы, вылечить все болезни, купить квартиру, удачно жениться, устроиться на работу с большим окладом, приобрести машину и дачу». «Разве я так сказала?» — заморгала я. «Нет, я просто сделала правильный вывод из твоих слов», — объяснила Надежда. «А с какого бока он родня?» «Вроде у отца Ивана Никифоровича есть сестра, она почти на целую жизнь младше его». «Мда», — буркнула Бровкина. «Безумная Катя». «Безумная Катя? Больная?» «На всю голову!» — усмехнулась Надежда Михайловна. Выходила замуж десять раз и почти в каждом браке рожала ребёнка. Я села на табуретку. «Забавно». «Да уж». От очередного супруга Катя удирала, когда младенец начинал сидеть. «В смысле удирала?» «А какой тебе смысл нужен?» — всплеснула руками рассказчица. «Давным-давно Катя как-то раз к нам прикатила. Сказала Рине, что хочет Москву посмотреть. Полгода жила, а крутила Виктора, сына Розалии Петровны со второго этажа. Витя с Катей уехали, а через год парень к маме примчался. С младенцем! Екатерина в очередной раз свой любимый финт исполнила. Смылась невесть куда. Правда, письмо оставила. Да буквенно послание не помню, но суть перескажу. «Новорожденный уже подрос. Я не способна со взрослым отпрыском жить. Становится плохо при мысли, что подрастает тот, кто мне могилу на кладбище рыть будет. Прощай, Витя. Вот тебе заявление на развод». Бровкина на секунду замолчала. «Как тебе такое?» «Ну, есть разные способы предохранения», забармотала я. «Может, она о них не слышала?» Надежда воздела руки к потолку. «Если учесть, сколько Катька нарожала, то на рытье могилки много времени не потратится. Каждому в руки по лопатке за пару минут управятся. Ты дальше слушай». Розалия примчалась к Рине с младенцем. Скандал закатила, истерику устроила. «А при чем тут Рина?» Я в очередной раз не поняла ситуацию. «Катя ее родственница», — покраснела Надя. «Значит, Рине следует подкидыша воспитывать». «И вообще, Розалия согласия на брак сына не давала». «Ну и ну», — только и смогла выдавить я. Слава богу, Виктор быстро женился снова. Уехал в тьму таракань к супруге вместе с малышом, — тараторила Надя. «Все на место встало. Мальчик, которого Катя бросила, вырос. И это Никита». «Подожди», — попыталась я притормозить Бровкину. «У Никиты отчество Сергеевич. А ты сейчас сказала, что его отец Виктор». Бровкина быстрым шагом вышла в столовую. «Никита Сергеевич, как зовут ваших родителей?» «У меня их четверо», — сообщил гость, доедая овсянку, утопленную в варенье. На свет я появился от Кэт и Виктуара. «Подив французы они», — прокомментировала Надежда. «Мама куда-то пропала», — продолжил Никита. «Папа женился на Элен. «Она меня воспитывала. К сожалению, Виктуар умер, когда мне только четыре прозвенело. Мама Элен вышла замуж за Сержа. Тот меня усыновил. По паспорту я Сергеевич, по крови Викторович и очень близкий родственник Ваньки». Потребовалось некоторое время, прежде чем до меня дошло. «Ванькой гость величает Ивана Никифоровича». Никита отодвинул от себя пустую тарелку. «Хочется бутерброд с маслом, сыром и колбасой». «Совсем разом?» — уточнила Бровкина. «Да!» — потер руки Никита. «И хорошо еще сверху положить маринованный огурчик. Только порежьте аккуратно. Не рубите кусками толщиной в три пальца бегемота. Тоненько надо. С удовольствием съем три... нет, четыре таких сэндвича. А может и пять. Перед походом к доктору следует подкрепиться». «Кому сегодня направляешься?» — осведомилась Рина. Никита Сергеевич горестно вздохнул. «Мне надо сделать УЗИ брюшной полости». «Хорошая идея!» — одобрила мама Ивана Никифоровича. «Но вроде ты вчера на такое исследование ходил». «Ну да!» — подтвердил обжора. «Зачем тогда опять его проходить?» — Никита насупился. «Я записался в другую клинику. В той, где я был, ничего не увидели». «Так это же хорошо!» — вступила в беседу Надежда Михайловна. «Когда нет никаких изменений в органах». «Не увидели они мои внутренности». «Аппарат плохой, старый, сломанный». «Мне не стоит наших各ий.» «Кторые, старые».